вот опять у нас ремонт вот такой вот кофточки тут все хорошо только вот со временем или после первой стирки подкладка вылетела видите как он стала ниже чем вот это верхнее кружево что нужно делать нужно ее посмотреть что короче видите аж насколько нижняя часть короче вот по задней половинке в общем мы сначала распарываем вот этот шов на подкладке потом его отутюжим потом его выровняем обрежем ну и точно так же двойным швом подошьем только я бы подшивала не так как производитель сейчас сделал лицом к лицу а я бы все-таки подшивала наоборот к изнанке чтобы меньше вот этот шов пропечатывался сквозь это кружево просто принципе они очень правильно по технологии сделали но считаю что или тут не очень видно ну в общем как дойдем до этого момента я скажу как мы будем делать а пока вот эту подкладку вот этот шов полностью распарываем далее мы с вами вот распароли берем утюг с паром предварительно градус определите хоть это их и башка но все равно так и вот таким образом по кругу по кругу при утюжим и будем далее смотреть насколько она выпадает их сколько ее надо ровнять ну вот так в один слой по кругу по кругу утюжим после при утюжке мы ее раскладываем вот так на столе смотрите как выпадает с одной стороны вот я поворачиваю на заднюю сторону смотрите я так и растушевала чтобы она все улеглось чтоб нигде ничего лишнего там не заделать ну не зацепилась там за что-то вот ну поскольку тут длина конечно вроде как ровно все немножко тут швы там подтянутые можно конечно это подтягивать все тут уже значит я предлагаю вот эту подкладку уменьшить ровно настолько насколько вот сколько сейчас есть от задней половинки вот по 05 и вот так берем и рисуем а потом по кругу в один слой все срежем по что вот сзади она настолько выпадает спереди нас я вот перевернул видим сколько спереди посмотрите очень аккуратно переворачивайте чтобы она вот там нигде не ну как-то не подогнулась не за в общем какая-то деформация не пошла и здесь тоже по 05 вот как лежит ну естественно если будет очень сильно криво лежать то мы плавним с вами эту линию вот а теперь после этого мы можем вот эту часть отогнуть верхнюю и ухты смотрите какой перепад видите нам надо с вами его усреднять значит здесь мы берем вот эти два расстояния и делим на 2 нечто среднее значит эту линию мы вот сюда ведем вверх эту линию вот сюда идем вниз сейчас посмотрим что вот с другой стороны я в данный момент здесь не смотрю что тут боковые на боковые не буду накладывать потому что я уже подстраиваюсь под саму блузку которая вот ну какая вот она есть тоже между этой линии и этой ровно посерединке делите расстояние и сводите одну туда другую сюда почему так случилось ну видимо на верхняя часть блузки дала определенную усадку и нижняя часть тоже дала усадку вот вот вроде бы она и смотрится по ровной значит кружева была постирана в более большем градусе что как-то подлетела вот и плавнее и в один слой вот так вот вырезаем так вот по линии по кругу вырезаем а потом мы с вами должны будем подгибать также как до этого делал производитель мы будем с вами давайте сейчас обрежем и я покажу как вот выкладываем начинаем с того места где нам очень хорошо видно вот здесь у нас была линия подгиба и мы смотрим вот два с половиной значит вот везде по кругу мне надо будет вот так наметить по два с половиной полтора и два с половиной я сейчас вручную буду накалывать потом наметаю при утюжу и расстрочу ну вот кусочек это вот так выглядит теперь наша с вами задача но мы делаем так как делал производитель до этого то есть начинаем первый раз вот так закалывать как хотите можете наметывать конечно тут неважно на самом деле как вы это будете делать главный результат можете хоть вот так накалывать главное сделать чтобы был хороший хороший красивый результат а теперь мы ее загибаем вот так на полтора видите 2 эта меточка вот она и мы по ней сейчас вот так перекалываем булавку перекалываем поскольку здесь у нас линия неровная по низу а плавно такая выпуклая даже то у нас может где-то быть слегка при посадке если поняли да что здесь лучше вот так формировать вот и после того когда мы получаем вот эту линию у нас здесь очень хорошо видно видите по вот этой стороне я рекомендую вам наметать где-то на 2-3 миллиметра от края а потом мы с вами приутюжим и будем строчить но уже строчить с лица сейчас все покажу после того как мы на металле идем и приутюживаем с изнанки предварительно вы вот так вот ставите разравниваете все и только там где ровно приутюживаете а еще один момент он забыла сказать вы когда наметываете обязательно а вот здесь на боковом два раза делайте на одном месте или возвращайтесь назад что когда вы строчили она у вас не двигалась видите сейчас она не будет двигаться когда его буду строчить она зафиксирована это крайне крайне важно какая-то легкая припасадочка пошла чуть-чуть уберу но это нормально для припасадки потому что у нас довольно таки очень круглая линия ну такая вогнутая бог это выпуклая что можно сказать мне вот так по кругу по кругу и потом мы с вами идем и и начинаем строчить таким вот образом по-другому я не положу выбивает это либо с другой стороны я бы хотела ее заутюжить другой страны видите тут тоже закрепка два раза на одном месте заправляем машинку нитками в цвет выставляем 4 миллиметра и делаем крайне левое положение подставляем вот сюда вот на нашу рейку то есть у меня там было все наметана на ровно полтора сантиметра я представляю стак рейки где ровно один сантиметр и делаю вот это вот смещение иглы влево максимально и начинаю строчить натягиваю ниточки и буду смотреть только вот сюда где сгиб ткани низ нашей подкладки будет идти только вот по вот этой вот полосочки чуть-чуть вот таким движением под растягиваете очень аккуратно идете вот здесь по боковому не то чтобы аккуратно а медленно потому что там может такая кривая строчка по и получить все дальше мы строчим по лицу таким вот образом но если вы намерены там чуть подтягивать то надо чтобы иголка стояла внутри можно вот так вот чуть-чуть под растягивает и даже будут еще лучше осмотрим мы туда на рейку больше никуда не смотрим вот сюда я имею ввиду и вы так по кругу по кругу даже лучше да вот такими натягивающими движениями то есть между руками я натягиваю наш вниз так каждый раз когда мы останавливаемся проверяем чтобы иголка стояла внутри и так строчим до конца делаем закрепку сантиметр назад сантиметр вперед можно обрезать ниточки или доходите до начала строчки перетягивайте их на изнаночную сторону завязывайте вправлять и зависимости от того что вам какой результат вы ждете и начинаем приутюживать с изнаночной стороны намачиваем наш клочек забиваем да и вот таким вот образом достаточно одного раза провести вот наш низ будет еще красивее лежать только без пара некоторые вот как бы ткани от пара начинают конечно деформироваться швы а для лучшего скажем так отработанного шва лучше его потом и так просто приутюживать с изнанки еще раз теперь уже этот клочек не мочить этого предостаточно такой воды которую он набрал так по кругу по кругу сейчас все приутюжим и и посмотрим конечный результат так вот ну и остался кусочек маленький теперь мы выворачиваем нашу кофточку и главный результат таком что наша кофта при простом лежание на столе не не должна выпадать подкладка что мы с вами видим вот смотрите нижняя это по задней половинке а это по передней половинке все так как мы и планировали вот теперь наш клиент будет доволен и может с удовольствием продолжать носить свою кофту вернее блузку